Добрый день! Я рад приветствовать вас на очередном вебинаре проекта VidaPulse. Сегодня мы поговорим о новом экспертном расширении GenZU для нашего VidaPulse профессиональной версии. И вначале поставьте в чат, как вы меня слышите по пятибальной шкале. Замечательно! Все слышат хорошо, у всех отличная связь, и мы начинаем наш вебинар. В настоящий момент заканчиваются технические работы над новым расширением GenZU-терапии. И в сентябре будет большое обновление, и это обновление получило название GenZU. Новое экспертное расширение полностью заменит расширение рефлексотерапии. И все пользователи, у которых есть рефлексотерапия, получат бесплатную возможность обновить свое программное обеспечение до варианта GenZU. И поставьте в чат, у кого из присутствующих есть это экспертное расширение рефлексотерапии. У большинства это расширение имеется. Соответственно, у кого есть расширение, они будут сравнивать с тем, что имеется. У тех пользователей видопульса, у кого нет расширения, они будут в сегодняшнем вебинаре узнавать вообще о этом направлении, о работе с биологически активными точками посредством профессиональных расширений в варианте GenZU. Как вы знаете, мы постоянно усовершенствуем наше программное обеспечение, вводим и усовершенствуем алгоритмы диагностики, отрабатываем различные ситуации, отвечаем на ваши вопросы. И все это повышает наш экспертный уровень. И вследствие такой большой, планомерной работы у нас появилась возможность дать вам более совершенный инструмент. И этот инструмент приблизит вас, как пользователей, одновременно и к традициям традиционной китайской медицины, и также даст возможность работать с современными, в том числе аппаратными методиками по новой обновленной рецептуре. В экспертном расширении вас ждет больше функционала. Там будет пошаговое ведение пользователя. Добавлена новая нозологическая группа нормализация функционального состояния. Эта группа добавлена для тех случаев, которые не описаны в наших нозологических фильтрах. Либо она также, эта нозология подходит для тех ситуаций, когда вы хотите просто улучшить свое здоровье, поддержать себя в наибольшей оптимальной форме. Новое расширение включает в себя учет биоритмов как с позиций аюрведы, так и с позиций традиционной китайской медицины. Но это не заменяет профессиональной вкладки биоритмов. Просто один из элементов биоритмов был добавлен в наши профессиональные рецепты. Появилось разделение на острые и хронические состояния. Расширен спектр нозологий. В рефлексотерапии в настоящий момент 162 нозологических формы. В новом расширении джиндзю уже нозологий насчитывается 244. И также введена возможность коррекции рецепта в зависимости от задач и уровня работы наших пользователей. Сейчас обо всем этом, об этих нововведениях мы с вами поговорим. Я подробно расскажу о каждом новом введении. Для тех пользователей, у кого еще нет экспертного расширения, работающих по биологически активным точкам, я расскажу те моменты нашего программного обеспечения, то, что мы не меняли, то, что осталось так, как было в рефлексотерапии. И вот об этом всем мы будем говорить в сегодняшнем вебинаре. И начнем с того, что обозначает это, может быть, для кого-то непривычное название джиндзю. Кто участвовал в последних наших вебинарах, тот уже знает ответ. Но не все на них были, к сожалению. Термин джиндзю – это китайский термин, переводится на русский язык джинь, как иглоукалывание, дзю – как прижигание. Это два основных метода традиционной китайской медицины. И именно этими методами испокон веков китайцы работали по биологически активным точкам и канально-меридиональной системе. В последние сто лет появились новые методики воздействия. Но какие бы методики воздействия не появлялись, они принципиально относятся только к этим двум категориям. По большому счету, каких-то новых категорий для воздействия на биологически активную точку за многотысячелетнюю историю традиционной китайской медицины не появилось. В последнее время появляется много аппаратов, новых методов воздействия, сочетанные методы воздействия. Но все они укладываются в теорию методов джинь и в теорию метода джинь. Что в настоящее время относится к категории джинь? Классический перевод – это иглоукалывание. Это в узком смысле слова, в лингвистическом и в историческом. Но в рефлексотерапии, либо, как говорят на Западе, в акупунктуре, понимается более широкое толкование этого термина. И в современное толкование этого термина входит, конечно же, классическое иглоукалывание, точечный массаж, то есть работа своими собственными пальчиками, либо пальцами массажиста. Цуба и семянотерапия, то есть это аппликация различных объемных образований на биологически активную точку. Цуба – это шарики. Они могут быть пластиковые, могут быть железные. Также к этому разделу относится семянотерапия, то есть применение различных семян по биологически активным точкам. Это активно используют специалисты в области суджоктерапии. Но также этим методом пользуются и представители корпоральной большой рефлексотерапии. На точку можно прикреплять различные пластины. Из различных металлов наиболее часто используются медные пластины, латунные пластины, цинковые, железные, стальные пластины. Существуют и пластины из драгоценных металлов. Это серебряные и золотые пластины. Также одним из современных и последних методов воздействия относятся различные биокорректоры. Есть биокорректоры, предназначенные на крепление на биологически активные точки. У некоторых биокорректоров есть какое-то фоновое излучение. У других биокорректоров есть только информационное воздействие. Любой тип биокорректоров подходит для рецептуры категории GEN. Также возможно такое сочетанное воздействие, как электропунктура или электроиглопунктура. В чем отличие? Электропунктура – это щупик, который передает электрический ток и электрический импульс. Электроиглотерапия – это когда ставится классическая иголочка, на нее закрепляется клемма от электрического аппарата и таким образом передается электрический импульс на биологически активную точку. К этому же разделу относится магнитотерапия по биологически активным точкам. То есть должен быть определенный магнитик, размером совпадающий с биологически активной точкой, либо чуть-чуть больше ее. Предел, самое большое, что можно отнести к воздействию на точку – это любой излучатель размером, либо магнит с 5-рублевую монету. Ну, если кто из других стран, ну, так скажем, не более 2-2,5 см в диаметре, чтобы была эта монетка. И также использование различных электромагнитных полей и излучений. Это все относится к категории Джейн. Чуть позже, в этом месяце, я вам представлю еще одно расширение, касающее вот этого последнего пункта. У нас в настоящее время заканчивается работа над новым расширением КВЧ-терапии. Так как КВЧ-терапия по идеологии, по эффектам очень отличается от других электромагнитных видов воздействия, то мы сделали и вот сейчас заканчиваем работу, ну, этой работы еще намного больше, чем для завершения Джейн-Дзю-терапии. И я вам представлю КВЧ-терапию, там расскажу, что это такое. То есть будет в дальнейшем разбивочка небольшая. В настоящий момент КВЧ-терапии относится к категории Джейн. И вторая большая категория. Традиционно она представляет из себя прогревание полынными конусами, либо сигарами биологически активных точек. Очень часто вы можете встретить такое название, как МОКСа. МОКСа – это японское название, а Дзю – это традиционно китайское название. Дословный перевод – это прижигание, но не пугайтесь, даже в современном китайском исполнении, ну, очень редко можно встретить прямое прижигание. То есть, когда берется что-то горящее, тлеющее, и этим касается специалист непосредственно кожных покровов. В основном идет прогревание на расстоянии, как вы видите на слайдах, посредством полынных сигар. Если кто не видел, то вот этот слайд показывает работу с полынной сигарой. И есть вот такие классические полынные конусы. Они ставятся либо на определенную подставку из камней, из кореньев различных растений, либо иногда делают, ну, уже не такие большие конусы, ставят на порезанные дольки чеснока или имбиря. Продаются вот такие МОКСочки. Они уже выглядят не конической формы. У них есть специальная подставочка и клеющая поверхность, удобно прикрепляемая к телу человека. Это классические варианты дзю. К современным вариантам категории дзю относятся воздействия лазеротерапии, термопунктура. Есть профессиональные аппараты для термопунктуры, у которых электроды нагреваются. То есть это такой своеобразный паяльник, но не с такой высокой температурой, как у паяльника. Есть направление квантовой терапии, с которой вы знакомы. И у нас есть отдельное приложение под названием физиотерапия квантмет, и по которым работают аппараты из серии РИКТО. Есть различные направления светотерапии, когда используют либо поляризованный свет от светодиодов, либо неполяризованный свет от различных источников света. И также есть светотерапия, когда используют либо специальные цветофильтры, их крепят на биологически активные точки, либо используют уже в основном в виде светодиодов определенного цветового спектра. Эти все направления относятся к категории дзю. И в нашем приложении, которое, напоминаю еще раз, выйдет в сентябре месяца, начало работы начинается с выбора одной из двух категорий. Вот вы видите, как будет выглядеть интерфейс нашей программы при первом включении. Человеку предлагается выбрать тип терапии джень или дзю. Об этом будет надпись на экране интерфейса. И область, где будет необходимо сделать выбор, выделена красным цветом. Вы просто кликаете на нужном направлении. Сейчас вы уже знаете, как вы будете воздействовать, каким методами вы владеете. Методами джень, либо методами дзю. Ну и напомню, уточню, я думаю, все вы уже прекрасно понимаете, что наш любимый видолазер, он относится к категории дзю. После того, как произошел выбор метода джень или дзю, вы попадаете на следующий экран, меняется сопроводительная надпись, и вам предлагается выбрать дату первой процедуры и времени сеанса. И необходимое поле, где происходит выбор, обведено красной рамочкой. По умолчанию будет стоять текущее время и текущая дата. Если вы хотите выбрать рецепт и начать его использовать с какой-то другой даты, вы вводите в это окно новую дату. И также корригируете время. Вот даты и время, он нужен, чтобы хорошо работали и актуально работали открытые биологически активные точки. В некоторых рецептах будут открытые биологически активные точки. И их функциональная активность, как сами понимаете, завязана на определенный временной интервал. С той цифры, что вы выберете, начинается этот временной интервал. То есть у вас есть час, чтобы задействовать данную биологически активную точку. После того, как вы выбрали дату и время первого сеанса, указанное время должно соблюдаться на все четыре процедуры, на все четыре дня. Если пациент в какой-то день приходит в другое время, то вам надо просто пересключить рецепт на другое время, но время первой процедуры оставить как при первичном выборе. Иначе рецепт немного изменится. Следующее окно, в котором предстоит выбор, это нозология для составления рецепта. И здесь вы выбираете либо конкретное заболевание, какое вас интересует. Если вы не определились, вам трудно определиться с заболеванием, либо вы хотите оказать профилактику, поддержать защитные силы человека, улучшить его иммунитет, настроение, то есть оказать общее какое-то тонизирующее, либо общее оздоровительное воздействие, то выбираете нормализацию функционального состояния. Это нозологическая форма именно для этих целей и была введена. После того, как вы выбрали нозологическую форму, вы выбираете конкретное название. В нормализации функционального состояния будет разделение также на острое, либо хроническое. Чем, по сути, отличается для нормализации функционального состояния острое и хроническое. Рецепт там достаточно похож, есть небольшие нюансы. Острое недомогание, оно позволяет более активно, более быстро получить эффект. А хроническое состояние, оно позволяет пролонгировать эффект и сделать его более долговременным. Также вот эта форма работы с функциональным состоянием позволяет закрепить уже имеющиеся эффекты. После того, как произошел весь пошаговый выбор, появляется рецепт на 4 дня. И наша программа желает вам приятного лечения с видопульсом. Каждый день помечен датой. Если вы забыли, на какой день сделали выбор, то вы его увидите. То есть везде написан день, и вверху написано время, на которое вы составили. И в нижней части интерфейса идет описание тех возможностей рецепта, которые дают. И с указанием методики, через которую происходит воздействие в настоящий момент времени. То есть для специалистов, которые желают повысить свой профессиональный уровень, очень полезно читать вот эти описания, которые находятся внизу. Вы будете глубже понимать рецептуру и подходы к воздействию на биологически активные точки. Если вы просто работаете как пользователь для своего здоровья, то эти описания какой-то дополнительной информации вам не дадут. То есть это информация для профессионального использования. И вот здесь вы видите окно выбора по нормализации функционального состояния. И видите две позиции. Это острое недомогание без дифференциации. Например, вы плохо себя чувствуете, но еще не понимаете, что у вас. У вас вроде бы и голова несвежая, и какая-то заложенность есть, но непонятно, во что это вылится. В ангину, в грипп, либо может потом и кишечник расстроится. То есть вы находитесь на каком-то перепутье. И вот в таких ситуациях выбираете нормализацию функционального состояния, острое недомогание без дифференциации. Если у вас вообще не хватает жизненного тонуса, вроде бы каких-то конкретных проблем нет, но там немножко болит, в другом месте немного болит, либо просто не хватает сил, но этих сил не хватает уже в течение недели, месяца, может быть и большего времени, то тогда выбираете хроническое недомогание без дифференциации. И как происходит учет биоритмов? Вы всегда можете увидеть день, где работают наши биоритмы. В данном случае это второй день рецепта. Там будет такая фраза улучшает состояние с учетом меридиональных и биоритмологических аспектов энергетики. Значит, именно в этот день время воздействия актуально. И его надо придерживаться. В каких фразах выражено острое и хроническое состояние? Первые два выделения показывают вам примеры острых состояний, то есть показана нозологическая группа заболевания пищеварительной системы, и для заболеваний пищеварительной системы выбран острый гастрит, либо может быть название гипомоторная дискинезия кишечника, в скобочках для простых людей это запоры, обострение, то есть если вы видите состояние и название острый либо обострение, это говорит об остроте процесса. Если вы видите такие названия как вот эзофагит и в скобочках стабильное состояние, это указатель на хронический процесс, либо может быть так и написано хронический гастрит с повышенной кислотностью, либо хронический гастрит с пониженной кислотностью, и фильтр построен таким образом, что сначала заболевания идут острые, потом заболевания идут хронические, то есть острые и хронические состояния в нашем фильтре не будут находиться в перемешку, они сгруппированы отдельным логическим блоком. Ну и как я сказал, расширен значительно спектр нозологий. В том виде, что существует настоящий момент рефлексотерапия, находится 162 нозологических формы, а в новой, в новом обновленном модуле, который, напомню, называется джень-дзю, то есть иглоукалывание и прижигание, уже 244 нозологи. Могут быть такие варианты, они касаются категории дзю, когда нозология есть только в категории джень, но в категории дзю ее нет. В этом случае вам на интерфейсе выводится название дзю противопоказано. Такие ситуации есть, а их в пределах десятка на все 244, и в таких случаях вам лучше перейти на рецептуру по джень, она абсолютно другая, и что интересно, формирование и структура рецепта тоже другая. И если у вас нету какого-то аппарата для работы с категорией джень, либо вы еще как-то не уверены, например, в использовании классических игл, то всегда можете помассировать биологически активную точку. массаж каждой точки осуществляется в течение максимума 5 минут, и общее время воздействия мы рекомендуем от 40 минут до полутора часов, это максимальное по категории джень и дзю. Все эти подсказочки, они реализованы в нашем интерфейсе, и вы можете их посмотреть и увидеть. Также появилась новая функция, это редактирование наших алгоритмов, исходя из ваших целей и задач в зависимости от ваших знаний. с нашим продуктом, с нашим аппаратом Веда Пульс работают все более и более профессиональные пользователи, у них есть свой опыт, свое мнение, свое видение рецептов, и они как бы изъявляли желание, чтобы появилась возможность редактирования рецептов. и мы такую возможность сделали. Начнем с варианта удалите. По каким-то причинам человек не хочет использовать данную биологически активную точку. Он наводит мышку на данную точку, кликает на правую кнопочку и появляется вот такая менюшка, состоящая всего из двух пунктов. Добавить и удалить. Начнем с пункта удалить, он самый простой. Нажал на удалить, точка исчезла из рецепта. Все просто. Когда надо добавить, немного посложнее, надо сделать еще несколько движений. Когда вы нажимаете добавить, точка будет добавляться, если вы кликаете на определенные биологически активные точки, то добавляться будет перед этой точкой. Если вы кликаете как бы за рецептом, то точка будет добавляться самой последней. Потому что специалисты знают, что где стоит точка, в каком месте рецепта, это очень часто меняет силу всего рецепта и изменяет его действие. И поэтому, если вы пока не уверены в работе по биологически активным точкам, то помните, что добавляя или убавляя биологически активные точки, вы берете всю ответственность на себя. То есть, это уже становится полностью ваш рецепт. Рецепты построены логичным образом. Может быть, не для всех специалистов эта логика до конца понятна, но она есть. Рецепт закончен. из него только специалист может убрать либо заменить точку. Просто я хочу так сделать, этим вы можете потерять очень много в эффективности данного рецепта. Итак, вы нажимаете на добавить и у вас появляется вот такое выделение в разделе атлас биологически активных точек. В данном случае я кликнул для демонстрационных целей на точке V60, то есть точке, находящейся на канале мочевого пузыря, и атлас сразу показывает этот канал. Вы можете остаться на нем, либо перейти на другой канал. То есть в атласе BAT будет показана выбранная биологически активная точка. И вы выбираете либо точку на этом же канале, либо переходите сначала на другой канал, потом внутри него выбираете биологически активную точку. Вот вы видите результат добавления. Я перешел на другой канал, канал почек, выбрал там точку R3 и добавил позади точки V60. Вот вы видели. Предыдущая последняя была точка V60, сейчас появилась точка R3. И все это можно посмотреть на второй части интерфейса, как в канальной вкладке, так и в развернутом варианте биологически активных точек. после того, как вы закончили редактирование, нажимаете сразу сохранить заключение. Потому что если вы закроете эту вкладку, перейдете на другую вкладку, а потом вернетесь, то ваша редакция она исчезнет. При каждом открытии вкладочки Gen2 будет исходный наш алгоритм, который заложен в программе. Программа не будет запоминать вашу редакцию. Если вы ее хотите сохранить, это возможно сделать в настоящий момент только через кнопочку «Сохранить заключение». Вы получаете текстовый файл и в нем будут эти рекомендации с вашими алгоритмами действий. Из того, что у нас было в рефлексотерапии и, конечно же, осталось для работы наших пользователей, это атлас биологически активных точек. он активируется тогда, когда нозологический фильтр выключен. Там перед всеми нозологическими группами самая верхняя первая надпись при открытии данного окошечка там написано «Выключен». Если вы перейдете на режим «Выключен», у вас автоматически будет активироваться атлас биологически активных точек. Пока нозологический фильтр не выключен, вы атласом как справочной информацией не можете пользоваться. вы можете смотреть на расположение любого канала, в данном случае показан канал желудка, выбираете биологически активную точку, она подсвечивается на наружном ходе данного канала. Если вам требуется рассмотреть эту точку подробней, то переключайтесь на вкладочку «БАТ», находящаяся внизу интерфейса, с рядом надписью «Меридиан», и у вас будет развернутое изображение выбранной биологически активной точки. и также в интерфейсе, конечно, есть подробное описание каждой биологически активной точки с ее расположением, с ее свойствами, специфическими действиями, показаниями и особенностями. «БАТ». Для специалистов в области джень становится актуальной информация, находящаяся в самом низу описания биологически активной точки. В данном случае в нашем примере выбрана категория джень, то есть иглоукалывание и имеется в виду в данном случае классическое иглоукалывание, я об этом говорю, выбрана одна из точек по рецепту, это точка МЦ7, седьмая точка канала Перикарда, и для иглоукалывания в самом низу написана глубина иглоукалывания. Эта информация у нас уже была изначально включена, но как бы особой ценности не имела, но в настоящий момент ценность этой надписи она повышается, и напомню нашим пользователям, может быть кто-то упустил этот момент, что для иглоукалывания, для определения глубины иглоукалывания важен индивидуальный цунь. Нахождение точек на конечности исходит из пропорционального цуня, а индивидуальный цунь это наши пальчики и наше расстояние между складочками, определяющие эту глубину. Данная точка находится на глубине менее одного цуня, и вследствие этого вам надо перевести это расстояние. Очень часто в каких-то литературных данных величины меньше одного цуня называются фэнь, и один цунь состоит из десяти фэней. Но в нашем руководстве написано 0.3 и 0.5 цунь. То есть если перевести фэни, это будет от 3 до 5 фэней глубина иглоукалывания. также в приложении Джиньцзю сохранилась конституциональная особенность. И мы также продолжаем учитывать разницу между людьми по конституции как с позицией аюрведы, так и с позицией традиционной медицины Китая и основываемся в первую очередь с позицией ТКМ на меридиональном балансе. Вот вы видите одно и то же заболевание. Рецепт для категории Джинь заболевание сердечно-сосудистой системы, конкретная нозология, гипертония, обострение, то есть острое повышение артериального давления. Гипертония обострения это не гипертонический криз. Это когда в течение нескольких дней повышается артериальное давление. И в зависимости от того какой конституции относится данный человек, у него будет немного разный рецепт. И посмотрите вес этого конституционального варианта. Это при любой конституции такое соотношение. Я вам показываю на примере Питта конституции и Капха конституции. При острых состояниях начало первый день одинаковый для любой конституции. То есть одинаковость направлена на снятие острых симптомов. В хроническом состоянии на устранение ваших конкретных симптомов, которые наиболее характерны для данной нозологии. Второй, третий и четвертый день идут уже индивидуальные рецепты, основанные на конституции с позицией традиционной китайской медицины и с позицией аюрведы. Но последними вы видите во второй и четвертый день одинаковые биологически активные точки. Именно на этих местах находятся биоритмологические точки. Полные биоритмологические рецепты вы можете брать и использовать только во вкладке биоритмы, в экспертном расширении биоритмы. Вот эти точки это один из элементов. Он главный, но он не единственный элемент биоритмологического рецепта. И вы видите, что во второй день в 13 часов я выбрал рецепт, как будто сегодня мы начинаем работать. То есть если мы бы сегодня в день начала и в час начала нашего вебинара выбрали лечебные процедуры у такого человека, то этот человек получил бы первый рецепт. Ну, здесь два человека. Один с питта-конституцией, другой с капха-конституцией. Они бы получили одинаковые рецепты. Придя на второй сне, получают разные рецепты. И последняя точка, она одинаковая связывается с открытой точкой внутри главных меридианов. Третий день работа полностью по конституциональным особенностям. И на четвертый день конституциональная особенность плюс заключительная биологическая активная точка, относящаяся к категории точка, ключ чудесных меридианов. Вот это все заложено в наших рецептах. И со всем этим вы можете работать через наше новое экспертное расширение Джиньзю. Наши пользователи все подключаются и подключаются к нашему вебинару. И для тех, кто подключился позднее, я повторяю, что выход нового экспертного расширения Джиньзю ожидается в сентябре месяца. Сейчас это релиз и объяснение всех новых моментов. И также есть кнопочка сохранить заключение. она важна не только в случае редактирования рецепта по Джиньзю терапии, но и для сохранения и передачи информации нашим пациентам, если они будут выполнять эти рекомендации в домашних условиях. то есть человек сказал свои жалобы, мы сделали выбор, сохранили и что получит человек. Здесь я поместил только текстовую часть без изображения биологически активных точек, то есть человек всегда увидит, что именно о нем идет речь в этом рецепте. Будет его фамилия, имя, ну, либо полностью имя, отчество, либо инициалы, это все зависит от того, как вы оформили карточку. Данный человек, он просто выдуманный для целей демонстрации, поэтому здесь показана фамилия и его возраст, то есть это не реальный человек, это такая абстракция. Далее показано время обследования, когда оно проводилось для этого человека, указано его на залоге, ну, и напоминаю, что с выходом джен-дзю может быть на залоге как нормализация функционального состояния. Показана категория рецепта, что в данном случае относится к категории дзю, расписана подсказочка, что мы относим, для чего приспособлен рецепт категории дзю, повторюсь еще раз для подключившихся позднее, это прогревание полынными сигарами или конусами, лазеротерапия, термопунктура, квантовая терапия, светотерапия, цветотерапия, рецепт выполняется с такого-то часа, дата первого дня рецепт, дата второго дня рецепт, и так всех четырех дней, и определенные рекомендации по работе, в данном случае указан наш ведолазер, и как проводить классическое дзю. возникает такой вопрос, что могут появляться какие-то аппараты, которыми даже мы не знаем, как пользоваться, потому что раз в год какая-то новинка точно появляется, и для аппаратных методик мы написали, что воздействие аппаратами коррегируется согласно инструкции к аппарату. Если вы используете аппарат, вам надо определиться, какой категории этот аппарат относится, к джейн или к дзю. И можете использовать вот эти рецепты, но как пользоваться и как настраивать сам аппарат мы вам не сможем подсказать. Для этого изучайте внимательно инструкцию аппарата, и контактируйте с разработчиками либо с дилерами этих аппаратов. Вот такие новинки. И сами понимаете, что это экспертное расширение значительно расширяет ваши возможности расширение оно глобальное и получается по большому счету здесь заложены две возможности, два кардинальных направления. Вот. То есть поначалу мы планировали сделать два расширения джинь, джинь, другое расширение дзю. Но пошли по другому пути. Мы сделали единый блок, чтобы вы всегда могли переключаться между джинь и дзю. Вы всегда можете уже выбрав рецепт переключиться и посмотреть и подобрать различные биологически активные точки. И в связи со всеми этими новыми возможностями и прочими у нас поднимается стоимость базового приложения по работе с биологически активными точками. И с настоящего времени до выхода джинь, дзю терапии модуль рефлексотерапии будет продаваться по новой стоимости и она составляет 20 тысяч. Джинь, дзю терапия также будет продаваться по стоимости 20 тысяч. Но именно для участников онлайн нашего вебинара у нас есть для вас специальное предложение. Все участники находящиеся в онлайне у тех, у кого еще нету рефлексотерапии, ну и соответственно ни у кого еще нет джинь, дзю терапии, они могут сделать предзаказ на нашу электронную почту и получить скидку в размере 10%. и как только выйдет джинь, дзю терапия, вы получите уже по предзаказу наше новое экспертное расширение. И напоминаю еще раз, что все наши пользователи, кто уже в настоящий момент имеет рефлексотерапию, после выхода джинь, дзю терапии, получат бесплатное обновление до новой версии. И сейчас я отвечу на все ваши вопросы. Содержательная часть нашего вебинара заканчивается. Сейчас я посмотрю ваши вопросы и отвечу на них с удовольствием. Вам соответственно в общий чат показана электронная почта для предзаказов. Наши пользователи говорят, что еще с предыдущими версиями не до конца освоились. Мы уже идем дальше, перерабатываем, предоставляем вам еще новые возможности. изменения касаются рефлексотерапии. Все остальные для работы по точкам это биоритмы и физиотерапия остаются в прежнем варианте. И вы можете смотреть наш архив вебинаров и работать с ним. Так. отвечаю на ваши вопросы. Я не понимаю, как одновременно прижигать много точек. Поясните, пожалуйста. Ну, понятное дело, что ни я, ни вы не являетесь шивой многоруким и точки прижигаются либо прогреваются по очереди. если точки находятся близко одна от другой и у вас есть специальные инструменты, вы можете несколько прогревать. Но это в случае, когда используете полынные конусы. Но оптимально все-таки работать по одной точке. Когда стоят близко, ну, там, на расстоянии 15-20 сантиметров. Например, спина. Точки располагаются по шуму точкам. Можно сразу две симметричных поставить. Но периодически спрашивайте у пациента, что он чувствует. И если начинает припекать, то надо уточнять с какой стороны. И дзю это такой очень деликатный способ есть определенная опасность, что упадет пепел с полынной сигары, либо с конуса. Это может обжечь человека. Он, конечно, невольно дернется. Если закреплена наша лечебная мокса не очень хорошо, она может упасть и еще больше обжечь. то есть вы всегда должны быть рядом и смотреть, что происходит. При необходимости конечно убирать полынную сигару от пациента и не забывать стряхивать пепел. То есть точки прогреваются по очереди, они все одновременно. Так следующий вопрос. Если два раза воздействия ведолазером, какой временной интервал между воздействиями, практически 1-2 секунды. Если вам надо что-то уточнить, спросить у пациента, спросили и снова воздействуете. Если ведолазер второй раз не включается, значит биологически активная точка отработана и на нее не надо воздействия. То есть учитесь внимательно относиться к голосу нашего тела и тела наших пациентов. Оно намного мудрее, чем наш интеллект. Следующий вопрос. Получается, что аппарат Рикта может применяться как по рецептам вкладки дзю, так и по рецептам вкладки физиотерапии. Да, принципиально ответ да. Но в чем состоит нюанс? Вкладка физиотерапия она не предусматривает дополнительных насадок. И там алгоритмы отработанные компанией Рикта с привязком уже с нашими привязками к меридианам и Дошам. Рецепты дзю, если работать по ним аппаратом Рикта, то есть необходимость взять акупунктурную насадку. У компании Рикта эти насадки есть, их можно у них на сайте приобрести. И лучше работать через эти насадки. В чем разница? Рецепты для вкладки физиотерапии там реализован больше сегментарный подход. В дзю реализован больше меридианальный и биоритмологический подход. С позиции традиционной китайской медицины по уровню воздействия и глубине воздействия сегментарный подход более простой. Я не скажу, что он не рабочий, он также работает, но это разные подходы. Пробуйте различные подходы и только ваш собственный опыт позволит вам сказать, что в каком случае, что лучше использовать. И сколько вы встретите специалистов, у каждого будут свои любимые подходы. Так, вот спрашивают, что делать с неактивными точками в рецепте. Ну, это я как понимаю те точки, на которых не срабатывает ведолазер. Обычно это бывает в тех точках, где выраженный застой, большой слой подкожно-жировой клетчатки. И если ведолазер не включается, ну, можно пойти двумя путями. Первый, самый простой путь переходить к следующей точке, не использовать эту биологически активную точку. если вы почитаете показания к точкам и вам очень уж захочется с этой точкой поработать, то у вас всегда и у ваших пациентов для этого предназначены пальчики. Я уже этот вариант, ну, как бы неоднократно отвечал. Вы просто легонечко начинаете массировать данную биологически активную точку своими пальцами. Можно сделать комбинированный вариант. В течение минуты чуть-чуть порастирать и поразминать данную точку, потом попробовать ведолазер. Он иногда включается, но не всегда. Если это не происходит, то работаем не больше трех минут массажем по точке. Вот такие рекомендации. рекомендации. Ну, и в завершение хочу вам сказать, что на этой неделе мы с вами встретимся еще раз на встрече без галстуков. Это наш очередной ежемесячный проект, где мы будем рассматривать ваши карточки, рассказывать вам о новых возможностях нашего оборудования и отвечать на ваши вопросы. Приходите на нашу встречу без галстуков и наполнение этих вебинаров этой тематики зависит целиком и полностью от вашей активности и от ваших запросов. Надеюсь, на все ваши вопросы я ответил. Благодарю вас за внимание, за замечательные вопросы. Я рад вас видеть, рад, что у вас все получается, что вы активно работаете с нашим оборудованием. Жду вас на следующих встречах. Всего доброго. До свидания.